Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Торонто. Давайте посмотрим такой расклад. Ищем волшебника. Сказочник уже был. Готовы ли вы к встрече новой любви? Или вам нужен тот самый сказочник, который вам рассказывал сказки? Готовы ли вы к новой любви? Ну, вообще, вы, да, находитесь в активном поиске. Ничего человеческое вам не чуждо. Вы умеете, как бы, находить общий язык со всеми. Вы достаточно терпеливы, и вы сама себе выбираете мужчину. Так, мужчина вам нужен сильный, мощный, темпераментный, сексуальный. Я бы сказала, он у вас такой уже есть. То есть вы, как бы, вот этого тоже с весов еще не сбрасываете. Вы достаточно сильная личность. Любого мужчину поставите под каблук. Вам нужен только ресурсный мужчина. То есть ниже социального своего уровня или финансового уровня вы себе подбирать не будете. И вам нужен мужчина, который будет любить вас. Он должен быть яркий, интересный, звездный. Вы хотите гордиться мужчиной. Мужчине очень ценно, чтобы вы им гордились. Да, как бы, ну, это, естественно, должно быть статус и финансы. Так, ваше желание возобновить отношения. И чтобы мужчина все деньги тратил только на вас, дарил вам подарки. Вы себя высоко цените, да. И вы хотите, чтобы мужчина, вы знаете, видел только вас. Знаете, вот чтобы у него как шорки на глазах были. И чтобы вы казались ему самой яркой и интересной женщиной. Вы сейчас бездействуете. Ничего вы не прыгаете, не двигаетесь. Понимаете, что ресурсных мужчин достаточно мало. Вы считаете, что вы привлекательная и интересная. Вы достаточно властная. И если что-то не по-вашему, вы сразу как бы обрываете отношения. И ни под кого не подстраиваете. То есть вы себя высоко цените и несете. Так, пока новых отношений тут нету. Как бы все закрыто. Вы холодны, сердце ваше холодное. Вы думаете только разумом. И вот выбор у вас сейчас такой. Да, то есть нужно посидеть одной, заняться своими делами. Если не такой, как вы хотите, то вам другого не надо. То есть у вас достаточно четкие понятия, какого мужчину вы хотите. О себе вы не просто высокого мнения. Вы много чего могли добиться. Вы могли заниматься бизнесом. Вы начинали с нуля. Вам никто не помогал. И сейчас вы себя реально любите. Активное, подвижное. Много общаетесь, коммуникабельное. Много чем-то заняты. Но в сторону мужчины ничего не делаете. И злитесь, что мужчина тоже ничего не делает. Еще злитесь на то, что вы бесполезно потратили на него свое время и свой труд. Так, возвращение обратного. Пока, как бы, знаете, стоит препятствие. Но мужчина не хочет вас потерять. Он за вами наблюдает. Вы, кстати, тоже можете где-то за ним наблюдать. Смотреть, чем он занимается. Мужчина, который был у вас. Очень жадный на подарки деньги. Мужчина такой обманщик, изменщик. Такой, знаете, провокатор. Любит интриги. Любит какие-то игры с женщинами. То есть ему вот эти вот отношения, это как игра. Сейчас мужчина с ума сходит на почве того, что вы сексуально привлекательнее оказались, чем он думал. И у него вулкан страстей идет. А вы сделали какой-то ритуал и сидите, ждете, когда мужчина созреет. То есть вы особо не торопитесь. Так, вы хитрая, умная, продуманная. Это у вас в роду такие все женщины. Вы можете быть и мягкая, как воск, и агрессивная, и требовательная. То есть у вас вот такая, знаете, то есть вы многогранная. То есть вы не просто, например, как каша по тарелке и не просто постоянно агрессивная. У вас есть такие полутона. Вы как паук плетете свою паутину, даже не замечая этого. Мужчины абсолютно все попадаются в вашу, скажем так, паутину. И, в принципе, сейчас высшие силы, все, что они по сценарию продумали, это ваше расставание. Оно необходимо для изменения ситуации. Да. То есть нужно, чтобы мужчина начал бороться. И мужчина, смотрите, он будет бороться. Он, в принципе, знаете, как втайне-то в своем роду борец. Но где-то у него это спит глубоко. Я бы сказала, очень глубоко. Мужчина очень эгоистичный. Сам себя ругает за то, что сейчас он вас потерял. Да, что у вас могут быть другие отношения. Он сейчас себя ведет очень непредсказуемо в доме семьи. То есть родители не могут понять, что с ним происходит. А он просто попал в плен ваших отношений. Это первое. Второе. У него очень много всяких обязательств по отношению к семье. И он не совсем свободен. Есть у него какие-то небольшие финансовые трудности. Но несмотря ни на что, вы для него императрица, умница, красавица. Лучше вас он не находил. Он видит, насколько вы ресурсный, интересный. Очень вкусная энергетика. Очень такая женщина ресурсная, которая знает себе цену. Так, что вас карты предупреждают? О том, что он будет очень скучать. И захочет все-таки с вами возобновить отношения. Захочет встретиться. Потому что ему без вас невкусно. Он захочет к вам приехать. Он об этом вам будет писать. То есть он будет проявляться сам. Так. Стоит он на выборе. Очень сильно обижен. И не знает, какой выбор ему сделать. То есть вот то, что вы ушли, бросили его, да, ну, поставило его в тупик. Зацепили его эго. Обида эта связана с тем, что он играл с вами в брак и семью. А на самом деле он даже и не собирался жениться, да. Просто вот он так поддерживал с вами отношения. Отношения достаточно стабильные. Он никуда не уходит. Он хочет отношений. И то, что вас от него украли, это так и задумано, да. Женщина, которая обращаетесь к тарологам, смотрите ситуацию, уходите в тень, не проявляетесь. Не даете ему никакой энергетики. И вы готовы долго и упорно ждать, да. То есть свое дело в этих отношениях вы сделали. Вы ему показали себя с разных сторон. То есть он увидел вас такой многогранный, интересный. У вас предчувствие такое, что мужчина, конечно, никуда не уйдет. Что он будет проявляться первый. И что, смотрите, в конце концов на почве ревности он здесь будет готов и финансово помогать, и дарить подарки, и сделать предложение. Так, яркая платоническая любовь. Она как молния его сразила. Ваше молниеносное решение, конечно, его очень удивило. То есть он увидел, что вы, ну, женщина, которая как лицемерная, да. То есть не показывали долго истинного лица. И тут проявились, резко от него отошли. Ему придется самому принимать решение. Это решение будет связано с тем, что он захочет, чтобы у вас были дети, похожие на вас. Сейчас он переживает из-за вашего расстояния. Привязался очень сильно к вашему общению. Протянает сам себя. То, что не пошел с вами навстречу, несмотря на свою безумную любовь. Так, смотрите, вы к нему как магнитом притягивали деньги, пока вы общались. Сейчас вы от него освободились. Наблюдаете со стороны. Ждете от него каких-то предложений. Здесь резкое прекращение общения. Перекрыта энергетика. Он находится в иллюзиях, фантазиях. Вы тоже находитесь в каких-то иллюзиях, фантазиях. Ваши тайные ссоры и конфликты его поддерживали эмоционально. То есть он питался вашей вот этой отрицательной энергетикой. Сейчас он завидует тому мужчине, с кем вы ссоритесь. Потому что он считал, что ссоры и конфликты, они подтверждают любовь, что вы ему не безразличны. Понимает, что у вас есть какой-то соперник, который вас перетянул, чем-то взял. Он уже, знаете, готов быть марионеткой в ваших руках, потому что очень больно он переживает с вами разрыв. Крутится какая-то соперница, но он закрывает дороги, не хочет ни с кем общаться. Ситуация кармическая. Здесь или работает очень четко приворот, что мужчина сходит с ума, или он реально приворожен к вам на вашу энергетику. Он хочет что-то прояснить, но все закрыто. Ему нужно принять решение. А он сидит в тяжелом разочаровании, стрессе, закрывается. Партнерские отношения очень красивые были, незабываемые, очень впечатляющие. Именно общением, разговорами, эмоциями, какими-то впечатлениями. Он все время думает, вспоминает об этом. И понимает, что он завел отношения в тупиковую ситуацию. Так, через какое-то время он поймет, что он из этих кандалов любви вылезти не сможет. Очень много будет разговоров около него, что он или ударился в какую-то религию, или с ним происходит что-то не так. Все, чем он сейчас спасается, это может спасаться каким-то алкоголем. Очень много у него страхов. Страхов за то, что ему все прилетает. Бумерангом. Но он все равно нарисуется. Ну, то есть вы настройтесь на такое долгое молчание. Потому что мужчина бы с вами в общении еще долго не прошел трансформацию. Он просто бы сидел на вашей энергетике. А так, высшие силы закрыли ваши отношения, заставляет его быстро пройти трансформацию. То есть в ускоренном темпе. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный. И мы рассмотрим вашу ситуацию.